Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть» Карачева-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные власти. Диалог состоялся открытый и конструктивный. В Доме правительства обсудили проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о занятости населения. Как уберечь себя и своих детей от наркотиков, где можно пройти лечение от наркозависимости, волонтеры реабилитационного центра раздавали прохожим буклеты с полезной информацией. Перевозка пассажиров должна быть безопасной. Сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Автобус». Такого события ждали все, как и сами зрители, так и актеры. Скучали и те, и другие. Долгожданная встреча прошла с аншлагом. Комедию «Маменький сынок» отблагодарили аплодисментами. Значимость повышения эффективности политики и занятости населения и развития труда в России. Сегодня в Доме правительства состоялось экспертное обсуждение проекта федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о занятости населения. Чем продиктовано новое решение в этой сфере, на какую форму общения сделан акцент в процессе трудоустройства и каковы главные задачи законопроекта, узнавала Альбина Ламкова. К обсуждению законопроекта о занятости населения с учетом его значимости был приглашен широкий круг участников. Представители общественности и экспертного сообщества вместе с депутатом Госдумы Михаилом Старшиновым подробно обсудили предоставленную информацию. Предлагается значительно улучшить межведомственное и электронное взаимодействие и снятие межрегиональной барьеры. При трудоустройстве населения подбора персонала и оказания услуг в электронном виде посредством единой цифровой платформы. Управление качеством деятельности органов службы занятости на основе единых стандартов. Комплексная модернизация законопроекта службы занятости в России будет способствовать развитию рынка труда. Очень хотелось бы, чтобы жили лучше наши граждане. Но надо отметить, что какие-то позитивные сдвиги в этом направлении все-таки есть. Ну и те законы, которые и сегодня обсуждаем, которые мы принимаем, в общем, стараемся, чтобы были направлены на улучшение жизни граждан и на создание лучших условий для ведения бизнес-предпринимательских интеллект. Было отмечено, что новые решения в сфере занятости в большой степени продиктованы итогами 2020 года, в течение которого свою эффективность и востребованность доказали дистанционные цифровые ресурсы, чтобы наравне с очным приемом был закреплен и дистанционный формат госуслуг. Так, работа портала Центра занятости региона в этом направлении ведется бесперебойно. Вместе с профсоюзами как-то сподвигать работодателей к тому, чтобы немножко копеечку какую-то добавляли к работе. Понятно, что за совсем там нищенскую зарплату никто не пойдет. В заключении общения было отмечено, что решение вопросов в социальной сфере традиционно находится под пристальным вниманием общества. Тем более, когда дело касается изменений базовых подходов, такой важной для каждого области, как занятость населения. Теперь будут новые направления в этой сфере. Она будет скоординирована и со сферой образования. Диалог состоялся открытый и конструктивный. Обозначили возможные сложности в реализации проекта федерального закона. Поступившие вопросы в ходе обсуждения будут детально изучены профильным комитетом республики и направлены в Госдуму для дальнейшей работы над законопроектом через внесение поправок ко второму чтению. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших состояло от 19 698 человек. Из них 18 866 выздоровели. 128 человек госпитализированы. В стране продолжается массовая кампания по вакцинации от коронавируса. В республику ежемесячно поступают тысячи партий вакцины от COVID-19. Своё мнение о том, насколько она безопасна, нам рассказал врач-пульмонолог, профессор, доктор медицинских наук Борис Дауров. Сегодня на отечественном рынке три вакцины. Это и эпивакцина новосибирская, и институт о вирусологии. Я должен сказать, что наша вирусологическая школа идет большими корнями в советское время. Одно из немногих, которое удалось сохранить, это вирусология. И то, что обыватель сегодня говорит, что очень быстро сделана вакцина, что это не может быть эффективной, не имеет никакой почвы. Вакцина сделана не на пустом месте. У нас были очень большие наработки. Осталось только эти систематизировать. И мы были готовы, поэтому и оказались пионерами в появлении вакцины в нашей стране. Время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии дождь, ночью и утром в горах с мокрым снегом. В отдельных районах сильные осадки и гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 0,5 в горах до 5 градусов мороза. А днем плюс 7, плюс 12. И в горах местами до плюс 5. В Черкесии дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14. Температура ночью плюс 2, плюс 4. Днем 9-11 градусов тепла. В жизни бывает так непросто Встретить несокрушимого и непробиваемого человека-каменную стену. Человека-глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В Черкесии реабилитационном центре общества без наркотиков проведено мероприятие по профилактике наркопотребления. Волонтеры раздавали прохожим различные буклеты и рассказывали о том, что важно уберечь себя и своих детей от такой ужасной проблемы. Акция «Новая жизнь без наркотиков» в республике проводится в третий раз. Работа с данной проблемой обсуждается на разных уровнях и к ее решению с каждым годом подключается все больше людей. Организаторы акции отметили, что очень важно рассказывать, где люди могут пройти лечение от наркозависимости. К агитационной работе также присоединились и врачи, которые на протяжении долгого времени сотрудничают с работниками реабилитационного центра. Ведь они лучше других знают, насколько ужасными могут быть последствия от потребления наркотиков. Даем такие вещи, как спаргалка для родителей, помогаем, как узнать, как определить, как не допустить, чтобы ребенок заболел вот этой болезнью наркотической. Нам успокаиваться нельзя, нам нужно работать, и мы поэтому подключаем вот такие, чтобы люди тоже могли позвонить, когда если в случае заметят, что там банда это собирается, колется или там ведут себя вот так ненормально. Закладки кто делает, кто ищет закладки. В Ижигуте сотрудники ГИБДД районного отдела внутренних дел провели оперативно-профилактические мероприятия под кодовым названием «Автобус». Цели и задачи мероприятия – выявление пресечения нарушений на пассажирском транспорте. Ахмад Халкечев продолжит. Сотрудники тщательно осматривают пассажирский транспорт на предмет изменения конструкции, а также соответствие оснащения требованием технического регламента. По нормам на автобусах даже малого типа в обязательном порядке должны быть минимум два огнетушителя и столько же аптечек для оказания первой медицинской помощи в случае экстренных ситуаций. Проверяют полицейские еще и показания тахометра, которые контролируют режим работы водителя. Целью металлографии является выявление нарушений правил перевозки пассажиров. Чаще всего выявляются нарушения изменения конструкции транспортного средства. Добавляют личные пассажирские места не согласно ГОСТу. За выявленное нарушение по изменению конструкции транспортного средства предусмотрен административный штраф от 500 рублей на физических лиц. Ну а для должностных и юридических лиц размеры взыскания существенно отличаются и могут быть от 30 до 100 тысяч рублей. Также сотрудники госавтоинспекции дают предписание на устранение несоответствий в течение 10 дней. А в случае неисполнения РОГИБДД принимает решение о прекращении регистрации автотранспорта. Оперативно-профилактические мероприятия продолжились в течение 10 дней, в ходе которых сотрудники Удивутинского районного отдела ГИБДД выявили свыше 20 фактов нарушений правил перевозки пассажиров. По всем случаям составлены протоколы об административном правонарушении. Виновные лица привлечены к ответственности. Ахмад Халкечев, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Джигута. «Маменький сынок» — стереотип, ставший устойчивым в современное время. Социально-семейную проблему под острым соусом из юмора и приправой из старинных обычаев показали зрителям на премьерном показе совсем новой горящей пьесы с одноименным названием «Актера Государственного черкесского драматического театра имени Мухарбека Акова». Два премьерных дня с полным аншлагом. Среди первых зрителей в первом ряду смотрела спектакль «Фатима Даурова». После долгого и вынужденного перерыва черкесский драматический театр вынес на соцзрителя новую комедийную постановку. Такого события ждали все, как и сами зрители, так и актеры, которые уже успели соскучиться с аплодисментами и живыми настоящими эмоциями. Сценическая версия комедийной пьесы известного писателя и поэта, драматурга и журналиста Зураба Бимурзова «Маменькин сынок» под режиссурой не менее известного в творческих кругах кино и театрального режиссера «Анзора Имкуш» увлекает с первой минуты и смешит зрителя, не давая ему скучать. К интересной истории большими порциями добавлен смех. Всего донести до зрителя, что театр в современном мире, и он есть, и он имеет право быть, и у него есть будущее, и есть будущее у театрального слова, которое должно обязательно звучать и сегодня, и завтра, и послезавтра. Для меня это большая честь. Я думаю, моя пьеса не могла бы иметь судьбы лучше, чем постановка в Черкесском театре и под руководством Анзора Имкушева. Перед зрителями каркас части дома в три стены, которые обозначают гостиную. Сюжет строится вокруг парня, решившего жениться, но заботливая опека материнской любви встает преградой для желаний жениха. Действие спектакля разворачивается между сценой и залом, вовлекая зрителя еще больше в историю одной семьи, где через тонкий юмор автор, режиссеры и актеры пытаются, и у них получается, передать основы семейных отношений, традиций, быта через призму современности, где через слова героини Тезады Тутовой, самого старшего члена семьи, до нас доходят отзвуки обычаев, черкесов, традиционного семейного уклада. Продолжение следует... Спасибо за просмотр! Аплодисменты, которых так долго ждали актёры, громко зазвучали, оглашая зал филармонии и выражая признательность за красивый вечер юмора. Мы задумались о том, что на сегодняшний день какая жизнь, ведь она действительно меняется, и в жизни всё зависит от нас. Глядя на этих артистов, мы вспоминаем, что есть традиции, обычаи. И, честно говоря, хотелось бы, чтобы молодое поколение тоже посещало такие спектакли, потому что они действительно поучительные, действительно жизненные. Если сказать, что премьера удалась, это очень мало. Молодцы! И содержание, и актёры, и режиссёры. Работа была на уровне. Я рада, что наш черкесский театр поднимается, усовершенствуется. Ну, одни эмоции. Всё было очень хорошо. Поучительно. Вся проблема семьи сегодня мы увидели на сцене. Хоть с юмором, но увидели. Провожали зрителей с настроением под звуки национальной гармошки. Фатима Даурова, Алибастанов, Мухаммед Ашебоков. Вести. Карачаева, Черкесия. Таким был четверг. Карачаева, Черкесия. Хорошего вам первоапрельского настроения. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Теория вероятности». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова